Ребята, всем привет! Сутки перехода на Astoria Grande, и вот мы уже добрались до города турецких миллионеров, город Чешме. Сегодня у нас очередная сварная ютуб-бродилка, будем искать миллионеров, может быть попадется парочку миллиардеров. Что, пристегивайтесь, погнали! Субтитры делал DimaTorzok Здесь как раз концентрированы все ночные клубы, все рестораны, можно заказать яхту поплавать по побережью, можно взять групповой тур на корабле. Стандартная такая марина, как мне кажется, они везде более-менее одинаковые, это немного напоминает греческие острова. Мы вышли рано утром, поэтому тут немного народу, вечером тут просто полный аншлаг. Красиво! Да, турки молодцы, дизайнеры постарались, здесь очень мило. Единственное, когда вы выходите на улицу, обязательно берите с собой крем от загара с очень высоким SPF-фактором и шляпу либо кепку и очки обязательно, потому что город светлый, от здания отражается свет. Шапочка здесь просто необходима, солнце в зените, плюс 35, ветра нет, жарище невозможное. Вот вы должны выглядеть примерно вот так, как Валера. На самом деле по городу гулять очень тяжело, очень душно здесь. Мне, конечно, очень нравится, как на Средиземноморье заплетают бугенвилья дома. Я пробовала в Сочи, не получается, вымерзает. Так, ребят, мы пользуемся здесь картой «Газпрома Юнион Пэй». Очень хорошо все работает, наличку можно снять вот в любом банкомате. И здесь много. Вот смотрите. Пожалуйста, снимайте, и курс у нас стандартный. Но как мы сделали? Мы взяли с собой «Газпром Юнион Пэй» в юанях и зарегистрировались на бирже. На бирже покупаем юани, когда мы бросаем на «Газпром Юнион Пэй» где-то в луках. Получается, мы избегаем одну паралитацию. Ну и пока мы с вами идем, расскажу про такси. Сервиса, как в Анталии, здесь нет. То, что я имею в виду, в Анталии и в Алании везде стоят на столбах специальные автоматы. Нажимаешь на кнопочку, и такси приезжает. Здесь такого нет. Здесь либо звоните таксисту, либо ловите, как у нас по старинке. Ну, как это называется? Валер, как это раньше называлось? С этого? Соломик это. Ну, голосовали, да. Ну, это когда называется «Сборта» или «Сбордюра». Что такое «Сборта»? В общем, кто знает, как это раньше называлось, пишите. Ну, и познакомились с ребятами. Они говорят, что еще работает «Купер» здесь. Очень даже замечательно. Валер, видишь? Вот так живет город миллионеров. Очень сильно похоже на город Сочи. Ну, Сочи, кстати, тоже город миллионеров, да? Насколько понимаю. По крайней мере, сейчас встал. Приедешь со штанами, уедешь без штанов после отдыха. Ну, и как обычно, крепость. В Турции они везде. Но мы, скорее всего, на крепость не пойдем, потому что мы в Турции не первый раз везде лазим по этим крепостям. Хотя, не знаю, что скажет Валера. Очень жарко. А вот, если вам видно, сейчас я поближе подойду. Камера немножко все равно отдаляет. Вот это, кстати, наша «Астория Гранда». И рядом стоит тоже лайнер. Он, по-моему, ходит из Испании. Одна и та же судовая компания, что и «Астория Гранда». И вот этот остров, вот вдалеке остров, это уже греческий остров. Когда подплывали к Чешме, у меня на телефоне высветилось «Добро пожаловать в Грецию». Я вам рассказывала до этого про прогулку на яхте. Не на яхте, не на яхте, давайте так, а групповую прогулку по акватории. Стоит 700-800 лир. На человека кормят целый день. С 10 до 6 их возят по акватории. Ну, как куда пескота в Киеве? Куда эти пескота в Киеве? Да. Вдалеке. Вот где-то там. Мы с вами видим общественный пляж. Вчера до него мы дошли. И вам я туда идти не советую. Единственное преимущество этого пляжа – то, что он бесплатный, а все остальное – это сплошные минусы. Во-первых, там все ограждено для купания сеткой, и это очень маленькое место. Во-вторых, это лагуны, прибивает разный мусор, и прям грязно, прям очень-очень-очень грязно. И в-третьих, как и на любом другом общественном пляже в Турции, там нет ни зонтиков, ни шезлонгов. Там даже нет деревьев, там даже нет кафе, где можно укрыться, переодеться. Что вообще по пляжам в Чешме? В основном вся акватория здесь забита бич-клабами. И стоят они, ребята, на минутку очень-очень дорого. Мы были вчера в двух, один называется Юзу Бич, находится на территории винодельни. И в одной из самых красивых бухт в Чешме стоит 1800 лир на человека. 1800 лир, чтобы покупаться в море, в Агейску. Ну да, вот Валера подсказывает, что это примерно 6000. И потом мы поехали на Фан-Бич, в другой лагуне он находится. Стоит 1000 лир на человека. Мы, конечно же, еще те проныры. И нашли выход из этой ситуации. Это будет наш лайфхак вам. Но чуть похоже. Вот на таких вот лодочках. Катают здесь по акватории. Ну, как я вам уже говорила, 700-800 лир стоит на человека с едой. Не стесняйтесь, торгуйтесь. Будут вам говорить, они максимальные цены, сбивайте. И мы вчера разговаривали, очень сильно рекомендуют посидеть дом. Ну, вот даже есть номер телефона. Ну вот, собственно, приближаемся к нашему лайфхаку. Нужно искать вот такие вот заведения. Вчера мы здесь протусили 6 часов. Грубо говоря, здесь покупаете бутылку пива. Стоит у нас 175 лир. Бутылка вина стоит 1000 лир. Бокал вина стоит 200 лир. Лежаки бесплатно. Можете отдыхать, только возьмите с собой полотенце. И вот это вот что-то в виде пляжа. Видите, там спуск в море. Вот мы вчера там заходили и купались. Но будьте аккуратны, здесь очень много ежей. Море чистое. Вот, собственно, пляж. Горослой в чешме. Добро пожаловать. Там дальше есть песчаный пляж, но он, как я вам говорила, грязный. Здесь классно. Сразу глубоко по лесенке, вниз и отлично. Правый парк мы вам рассказали. Пляж мы вам показали. Пошли искать улицу ремесленников. А еще тут местное население ездит на квадроциклах в основном и на мотоцикл. Мы подумали, что здесь можно квадроциклы взять в аренду. Точно так же, как мы брали в Греции. Мы, говоря, мы высаживались на остров, всегда брали квадроциклы либо баги и по всему острову своим ходом таскались. Но здесь, ребят, даже машину в аренду не найдете. Может быть, найдете, но она будет не очень хорошая качество по завышенной цене. Тут же город миллионеров, говорят. Пока не был замечен ни один. Вообще, в чешме любят отдыхать сами местные турки. Так, подожди. Это для аренды или для покупки? Для аренды написано на старт. Нормально, вы понимаете, ребят, у нас всего два дня в чешме было. Мы сейчас целый день искали, где в аренду взять. А квадроциклы, я вам только что сказала, что взять невозможно. Вот просто. Вот квадроциклы. Но они закрыты, я не могу вам цену узнать. Или открыты. Подождите, сейчас посмотрим. Открыты или закрыты? Да, они закрыты. В общем-то, это вторая улица после Марины. Здесь можно взять в аренду квадроцикл. Вот уже начались местные лавочки. Со всяким парохлом. Вау, какая дверь. Железная? Железная дверь. Обычно такие деревянные делают. Блин, какие они громкие. Ну вот. Тут же можно купить футболочки за 250, за 350 лир. Шортики. Всяковая хлама. Не понять, по какой цене. Бесплатно, видимо. Вот, пожалуйста, там Кристиан Диор, видите. Кепочки. Шапочки. Сумочки. Все в Вивитоне. Ну, в общем-то, весь чешмеп выглядит примерно вот так. Все в маленьких улочках. Продается всяко-всячно, на любой вкус. Здесь как-то нет такого единого ансамбля в строениях, да? Да. Понятно, куда нам идти. Сказать, мы не туда идем. Почему? Не знаю. Ну, пойдем сюда. Опа. И здесь тоже. Вот, смотрите, если в глубину уходить, то здесь можно... Вот номер телефона, записывайте. Здесь можно в аренду взять квадрики. И тоже я вам цену не скажу, потому что все закрыто. Ну, вот, оставляю вам номера телефонов. Ставьте на паузу. Если что, звоните и узнавайте. Так что вот. В начале видео я вам говорила, что квадрики здесь не сдают в аренду, потому что мне так сказала местная девочка. Оказывается, сдают. Уже нашли две конторы. К нашему большому сожалению. Я очень расстроена. Я бы очень хотела сжать квадроцитовую, поехать исследовать остров. Потому что вот по жаре ходить по городу, это просто невозможно. Ну, и, собственно, пока мы идем в поисках чего-то интересного, расскажу вам про место. Что вообще я знаю о Чешме. В Чешме на самом деле находится очень много термальных источников. Если хотите приехать в Чешме и немножко подлечить ножки, ручки, суставчики и ревматизмики, то вам нужно ехать на термальный курорт Шифне. Он находится чуть выше Чешме, буквально в 5 километрах от города. Сколько стоит посещение термальных источников, я вам не скажу, но есть еще один лайфхак. Мы им не воспользовались, но точно знаю, что это работает. Есть очень знаменитый пляж, здесь Илыджа называется. Там есть точно так же марина небольшая, где приспортованы яхты. Если идти в ту сторону, увидите заводь, которую сделали сами, само местное население. Вот там тоже из-под земли в море прям бьет горячий источник. Вода плюс 38. И там можно совершенно бесплатно лечить все, что вам нужно лечить. Так что вот, пользуйтесь дальше. Чешме. Здесь есть аэропорт, и сюда летают на мои рейсы, по-моему, даже из Москвы. Встретили сейчас тетю Мотиу, которая нам рассказала, что оказывается от центральной площади, а это чуть выше, ходит автобус 25 лир до пляжа с белоснежным песком. Естественно, это пляж публичный, там нет ни шезлонгов, ни зонтиков. Но, однако, во-первых, это не 600 лир на такси. И, во-вторых, вы лежите на песке, а не так, как мы вчера сидели на камнях. И, в общем-то, не расстраиваемся. У нас получилась сегодня интересная бродилка. Мы немного познакомились с городом. Да, мы не взяли в аренду квадроцикл, мы не скатались на белоснежные пляжи. Но зато мы прекрасно провели время, встретили новых знакомых. Побывали на Эгейском море и даже в нем искупались. Ну, и, наверное, на этом все. Следующая остановка у нас в Стамбул. До скорых встреч. Пока. А мы еще вчера познакомились с человеком, пара семейная из Москвы. Так они здесь две недели. Просто две недели люди. В этом полном чешме делать нечего. Ну, такое себе. Я бы здесь вообще на отдыхе не хотела оставаться. И поэтому я вообще не очень сильно понимаю, так, собственно, как и они, почему этот город называют городом миллионеров. Ну, такое себе. Миллионерство. Ну, как будто да. Ну, и даже если по парку посмотрите, я не знаю, какие-то миллионеры вот в таких должны в заселях проводить время. Планируем в Турцию в этом году поехать на машине. Сюда мы заезжать не будем. Вот так. Вот сделайте выводы сами. Ребят, вот так мы охлажаемся в Чешме. Вот просто вот так. Купили лед, 50 лир, охлаждаемся. Нормально? Маловато будет.